В этом видеоуроке мы с вами будем рассматривать три инструмента. Первый инструмент у нас инструмент размытия. Второй инструмент это инструмент трескость. И третий инструмент это палец. Выберем для начала наш инструмент размытия. Что он делает? Он просто размывает изображение. В данном случае у нас изображение имеется собачки. Какие здесь имеются у него настройки? Во-первых, это как у обычной кисти. Диаметр, жесткость. И выбираем нашу кисть, в которой мы будем размывать наше изображение. Второй пункт это режим наложения. Здесь, думаю, ничего сложного нет. И третий пункт это интенсивность. В зависимости от параметра интенсивности у нас размывается по-разному наше изображение. Давайте сейчас приблизим наше изображение собачки и попробуем поработать с этим инструментом. Выбираем инструмент размытия. Выбираем немножко побольше диаметр и просто начинаем потихонечку размывать наше изображение. Как видите, изображение у нас становится таким размытым и не четким. Можно повысить параметры интенсивность. И, как видите, размытие происходит намного быстрее и больше. Следующий инструмент, о котором мне хотелось бы поговорить, это инструмент резкость. Находится он в этом же пункте, вторым по счету. Это противоположность инструменту размытия. Здесь такие же настройки, как и для кисти. Диаметр, жесткость и выбираем нашу кисть. Также режим наложения, с которым мы работаем. И третье, это параметры интенсивности. В данном случае этот инструмент у нас придает резкость нашему изображению. Давайте попробуем на размытой нашей собачке попробовать инструмент этот резкость. Давайте немножко увеличим параметры интенсивности. И, как видите, наше изображение не становится лучше, а появляется вот такая вот зернистость. Поэтому этот инструмент не подходит для изображений, как в данном случае, такого мутного качества. И поэтому давайте с вами вернемся в палитре история. К начальной нашей фотографии. И попробуем в данном случае сейчас поработать с данной фотографией. Давайте опять ее приблизим. Опять выберем наш инструмент резкость. Попробуем провести по нашей фотографии. Как видите, тоже в данном случае резкость наша настраивается как такая вот небольшая зернистость. Поэтому, какой здесь напутствие? Напутствие здесь в том, что не стоит слишком увлекаться этим инструментом и стоит работать с параметром интенсивности. Давайте его немножко уменьшим и пробуем провести по участку, где мы еще им не проводили. Как видите, наше изображение становится более резким. Поэтому пользуйтесь на здоровье. А мы с вами переходим к следующему изображению. К следующему инструменту. Следующий инструмент у нас инструмент палец. Какие у него здесь имеются настройки? Во-первых, точно так же, как и у кисти жесткость, размер, режим и тоже такая же интенсивность. Палец, его принцип работы в том, что он захватывает цвет на нашем изображении и начинает его размазывать по ходу перемещения кисти. То есть, получается у нас такой легенький мазок. Чем больше мы увеличиваем нашу интенсивность, тем больше происходит смещение наших цветов. Если мы увеличиваем на 100%, то изображение просто начинает уже, как видите, стираться. В принципе, вот такие вот у нас три интересных инструмента. Пользуйтесь на здоровье. В принципе, что еще можно сказать? Можно сказать, что если нужно скрыть, давайте вернемся в истории, какой-то небольшой дефект на нашем изображении, то мы ставим здесь вот эту галочку. Галочка называется рисование пальцем. Делаем интенсивность примерно на 20%. Берем кисть нужного нам размера и берем цвет, нужный нам цвет, в данном случае беленький. И просто вот так вот аккуратненько, потихоньку мы начинаем замазывать наш дефект. То есть, участок замазывается у нас и скрывается. Как это бывает.